Генеральный спонсор Logitech Смотрите сегодня Эмансипация в киберспорте набирает обороты Российская Counter-Strike команда Ice Girl Strike занимает второе место в рейтинге женских сборных А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта Сегодня мы рассмотрим технику исполнения трюков в Counter-Strike 1.6 И конечно же вас ждут новые соревнования Сегодня вы увидите игру группового этапа Европейской лиги между командами Virtus.pro и PGS Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира Недавно в сети появилось видео, посвященное прошедшему в марте прошлого года турниру по дисциплине Counter-Strike Challenge Cup между топовыми командами России и Украины Встреча стоялась под сводами Киевского кинотеатра Украина Россию представляла команда Virtus.pro А их соперниками стали ребята из Pro100 и A-Gaming Победила дружба Оба матча были сыграны в ничью Федерация компьютерного спорта в рамках финала 6-го чемпионата Беларуси по компьютерному спорту провела открытый отборочный турнир по дисциплине Warcraft 3 1 на 1 чемпионата мира по компьютерным играм Cody Fight На групповой стадии проведения турнира обошлось без сенсаций Можно только отметить уверенную игру 23-летнего Пархоменко Алексея под ником IPZLO из Жлобина В каждой игре нацеленного только на победу В конце августа этого года известная в мировом электронном спорте и в России в частности организация BeGrip Gaming приняла под свое крыло Counter-Strike состав из Греции Но ребята не оправдали надежду руководства и недавно на официальном сайте появилось заявление о том что греческий состав по Counter-Strike 1.6 покидает клуб Причина такого решения стало поражение на отборочных WCG Эмансипация в киберспорте набирает обороты Российская Counter-Strike команда Ice Girls Strike по состоянию на декабрь 2007 года занимает второе место в рейтинге женских сборных Основной задачей этих девушек является подготовка к отборочным ESVC Russia 2008 которые пройдут в Москве в начале лета Команда Ice Girls Strike была образована в 2004 году Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим технику исполнения трюков в Counter-Strike Начнем с одного из самых простых трюков На карте Дэйнферно на Плэнте Б можно занять выгодную позицию быстро перепрыгивая с одного ящика на другой Сложность составляет только второй прыжок Техника его исполнения Разбежаться на самом краю ящика отпустить клавишу вперед и одновременно нажать прыжок вправо и повернуть мышь направо На карте Dead Dust 2 можно забраться на скалу Для этого разбегаемся с края текстуры запрыгиваем на скалу и скользим до стыка Его проходим медленнее, чтобы не упасть Кнопку вперед не отпускаем и проходим до конца Пару раз нажимаем прыжок Теперь мы можем отпустить кнопку вперед и вести огонь На карте Дэйнферно на карте Нюк можно делать самые сложные и интересные трюки Первый трикс – это прыжок на малую скалу Техника выполнения такова Разбегаетесь подальше от края крыши и не отпуская клавишу вперед нажимаете клавишу вправо и начинаете медленно вести мышь вправо На самом краю отпускаете клавишу вперед и резко поворачиваете мышь вправо В самом конце прыжка приседаете Второй трикс на карте Дэйньюк – это прыжок на большую скалу Трюк следует делать так Запрыгиваем на колонну Спускаемся на самый край Разбегаемся Нажимаем прыжок и присесть одновременно При этом во время прыжка жмем не вперед, а вправо За мгновение до касания со скалой отпускаем клавишу присесть и вправо зажимаем клавишу вперед и медленно ползем по склону, управляя только мышкой С первого раза эти трюки могут не получиться Но постоянные тренировки приведут к их совершенному исполнению Мы – виртуальная школа Учитесь на пятерке, пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Какую бы хорошую мышь вы себе не приобрели Без правильного коврика вы не раскроете и половину ее потенциала И, конечно же, вас ждут новые соревнования Сегодня вы увидите игру группового этапа Европейской лиги между командами Virtus.pro и PGS Представляем обзор киберспортивных девайсов Наверняка каждый, кто пробует себя в киберспорте задается вопросом А какими мышками играют профессионалы? Немецкая команда Zikon, например, использует исключительно манипуляторы Gamer Mouse M1 и Z1 Эти два грызуна обладают очень хорошей эргономикой Для левшей лучше подойдет M1, поскольку она симметрична А вот Z1 заточен только для правшей Мыши имеют лазерный сенсор, а время отклика составляет 1 миллисекунду Какую бы хорошую мышь вы себе не приобрели Без правильного коврика вы не раскроете и половину ее потенциала FUNK 1030 от компании FUNK SURFACE Первый профессиональный коврик Сделан он из пластика, специально обработанного таким образом, что одна сторона служит для быстрого скольжения, а другая для более плавного Ее используют большинство профессиональных киберспортсменов по всему миру Еще один девайс, без которого не обходится ни один прогеймер Хорошая клавиатура Everglade DT Keyboard была разработана совместно с Брайаном Фландером Знаменитым игроком по дисциплинам Quake 3 и Counter-Strike Клавиатура имеет алюминиевый корпус и оснащена функцией мгновенного отклика А приятная голубая подсветка позволит вам играть даже в полной темноте Logitech мгновенно превращает ноутбук в удобную рабочую станцию Alta Cordless приподнимает экран переносного компьютера на высоту более удобную для обзора Полноразмерная беспроводная клавиатура и цифровая панель Обеспечивает быстрый и легкий ввод текста, а также доступ к мультимедиа Три высокоскоростных USB порта мгновенно связываются с выбранными периферийными устройствами Беспроводными мышами, принтерами, внешними дисками Устройство совместимо практически со всеми ноутбуками Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта Сегодня вам подстоит увидеть игру группового этапа Европейской лиги Где сразятся лучшие команды России и Польши Virtus.pro и PGS Состав команды Virtus.pro Колесников Алексей, возраст 21 год Пикинер Константин, возраст 24 года Макаров Роман, возраст 19 лет Сухарев Иоанн, возраст 19 лет Тесленко Даниил, возраст 20 лет Эта команда уже не нуждается в представлении Все, кто следят за новостями киберспорта, давно ее знают Единственное, что хочется отметить, это временная замена в составе команды Вместо Виктора Салли Филимонченко играет Константин Гроф Пикиню Состав команды PGS Филипп Кубский, возраст 20 лет Джейкоб Бурцунский, возраст 19 лет Лукас Внек, возраст 23 года Мариус Цибульский, возраст 20 лет Виктор Войтас, возраст 21 год ПГС одна из лучших команд Европы На ее счету первое место World Cyber Games 2006 И первое место ЕСВЦ А также место в тройке сильнейших команд мира Согласно правилам, все матчи группового этапа проходят в формате Best of 3 На первой карте The Nuke Virtus.pro одерживает уверенную победу со счетом 16-5 Второй играется карта Dead Rain Где ПГС выигрывает со счетом 16-8 Итак, остается последняя игра В которой определится победитель схватки Последняя игра происходит на карте Dead Dust 2 В третьем раунде при счете 2-0 в пользу поляков У Virtus.pro полный закуп Так как в первом раунде они успели поставить бомбу Zeus проходит по зигзагу, убивая лорда Потом Нео на респауне и Кубана у дерева В Virtus.pro устанавливают бомбу, убивая попутно Таза А Zeus тем временем убивает Луку на подъеме, который пытался засейвить оружие В седьмом раунде счет 3-3 Лекс проигрывает Кубана в схватке снайперов на центре Груф убивает на зигзаге Луку А на центре Ромшки простреливает дверь и хочет откинуть Хэйе Но неожиданно убегает лорд и убивает его На длине происходит целая серия промахов с АВП Zeus не попадает в Кубана Тот тоже промахивается и случайно переключается на нож Чем незамедлительно пользуется Zeus Расстреливая его вор с Глока Во время всего происходящего Нео тоже успевает два раза промахнуться Стреляя с АВП в Zeus Скорее всего сказывается высокий пинг Но через несколько секунд польскому фрагеру все-таки удается убить Даниила Как видно, игра за атаку у Virtus.pro не очень клеится И они проигрывают первую половину игры со счетом 9-6 Virtus.pro и PGS меняются сторонами В первом раунде PGS ведут себя точно так же, как и Virtus.pro При игре за атаку Сначала холд Луку в подъезде, лорд в верхней темке Остальные на нуле и на центре Но в отличие от Virtus.pro Поляки атакуют Плент А Кубан убивает Грува при выходе зигзага А тем временем Эдвард минусует Луку в подъезде Поляки устанавливают бомбу Нео отходит обратно на ЗЗ Где в прыжке убивает ромски Лекс, Эдвард и Зеус быстро отвоевывают Плент Заходя с подъема, убивая оставшихся поляков В третьем раунде при счете 2-0 в пользу Virtus.pro PGS решает быстро атаковать Плент B Двое идут через центр и трое через темную Но ромски и Зеус не дают им ни единого шанса прорваться на Плент Роман делает минус 2, а Даниил соответственно минус 3 PGS берут первый раунд при закупе И второй при счете 6-1 Virtus.pro очень уверенно играют за оборону и выигрывают раунд за раундом В ласт раунде счет 9-2 в пользу Virtus.pro У поляков нет денег даже на оружие, им приходится бежать с пистолетами Нео и Таск халдят на нуле А оставшиеся тиммейты решают атаковать B через темную Но там их уже встречает ромшки и делает три хэтшота Тем самым не оставляя шансов полякам взять этот раунд Нео убивает выходящего зигзага Эдварда Но тут же за ним выходит Грув, который ставит окончательную точку В этом матче убивая Нео и Таза Таким образом Virtus.pro побеждает со счетом 16-11 Получает 3 очка и занимает первое место в своей группе Ну что ж, пожелаем им удачи в дальнейших играх этой лиги Смотрите в следующий раз Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Генеральный спонсор Logitech Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова